И снова здравствуйте! В эфире совместный проект телекомпании УТВ Медицинской палаты Челябинской области и Челябинской областной клинической больницы программа Медгородок. И я ее ведущая Наталья Малухина. Не переключайтесь и вы узнаете. Кого из пациентов доставляют в областной центр на вертолетах санавиации? Врожденный вывих сустава, приговор или временная трудность? Как в областной больнице вернули свободу движения молодой матери? Премьера песни, написанной и исполненной медиками. В эфире группа ВИТО. Еще при строительстве областной больницы одной из основных целей было кураторство отдаленных территорий. Сегодня для решения этой задачи врачи пользуются всеми доступными средствами. Самых сложных и тяжелых пациентов врачи из области наблюдают дистанционно. В центр мониторинга областной больницы в онлайн-режиме поступает вся информация об экстренных больных с инсультами и инфарктами, а также о пострадавших с отчетанной травмой. С помощью телемедицины реаниматологи санавиации помогают районным специалистам стабилизировать состояние больного. Если есть необходимость, хирурги выезжают и оперируют. А если состояние стабильно, пациента доставляют в областную больницу. Когда происходит ЧП на дороге, всех пострадавших доставляют в ближайшую больницу, где есть травмцентр. Самых тяжелых помещают в реанимацию, остальным оказывают необходимую помощь. Врачи сразу же связываются с областным травмцентром, где в режиме онлайн консилиума определяют тактику лечения пациентов. С недавних пор санавиация стала намного мобильнее. У врачей появился крылатый помощник. Вот такого вида эвакуации не было. Только вот в этом году впервые с помощью нашего правительства Челябинской области и Министерства здравоохранения была организована вот такая очень актуальная форма эвакуации пациентов. С помощью санитарного транспорта, сами понимаете, не именно авиационного, санитарно-авиационного транспорта. Потому что это самолет, который приспособлен для оказания помощи даже на высоте. Александр Истяков на борту санитарного вертолета оказался неожиданно для себя. После крупной аварии возле города Сим, Саше и его пассажирам потребовалась помощь травматологов. Легковушка, совершая обгон, врезалась в газель, которая собрала в кучу сразу несколько автомобилей. Александр был за рулем одной из пострадавших машин. Удар пришелся на левую сторону. Итог – множественные переломы и рваные раны. Через сутки после ДТП Александра и одну из пассажиров доставили в областную больницу. Вместо пяти часов езды – всего час в воздухе. Прежде чем пострадавший окажется на операционном столе, его жизненные показатели необходимо стабилизировать. Привести в норму давление, состав крови и работу внутренних органов. Чтобы получивший серьезные повреждения или потерявший много крови пациент смог выдержать дорогу и перенести операцию. Наша задача сейчас как можно скорее поставить его на ноги, вертикализировать, чтобы он начал сам ходить, вставать с кровати. Чтобы минимизировать степень после постоперационных рисков, таких как тромбоз, пролежние. Для человека с тяжелыми травмами каждое движение – это дополнительная боль и новая нагрузка. Воздушная перевозка избавляет пациента от лишних проблем. А присутствие на борту врачей и санитарной авиации помогает контролировать состояние больного и оказать экстренную помощь, если возникнет нештатная ситуация. Если сегодня вы не услышали ответа на мучающий вас вопрос, вы можете задать его доктору на наших страницах и группах в соцсетях. А также на официальных сайтах ОТВ и областной больницы. Там же мы продолжаем принимать истории вашего чудесного спасения. Рассказы о людях, которые вам помогли, и благодарности врачам и медсестрам. В Челебинской областной станции переливания крови на сегодняшний день очень востребована третья группа с положительным резус-фактором и все группы крови с отрицательным резус-фактором, кроме четвертой. А вот для доноров со второй и четвертой положительными группами введено ограничение по сдаче крови, потому что заявки всех лечебных учреждений выполнены и даже имеется достаточный запас продуктов крови. Гинекологи, психологи и пилатес-инструкторы расскажут будущим матерям, как выбрать род дома и как поддержать свой организм во время беременности и восстановиться после родов. Женская консультация номер пять приглашает дам в интересном положении на открытую лекцию. Организаторы обещают девушкам не только полезную программу, но и лайфхаки для будущих мам и подарки от сети детских магазинов. Мероприятие состоится 5 сентября в 12.00 в лекционном зале на улице Красного Урала, 3. Записаться на лекцию можно в регистратуре для беременных. Если врожденный вывих тазобедренного сустава не удалось вылечить в младенческом возрасте, то для взрослого человека жизнь с таким недугом превращается в полосу препятствий. Особенно тяжело приходится женщинам. Им ведь нужно выносить и родить ребенка. Поэтому история героини нашего следующего сюжета – настоящее чудо. После долгих мучений девушка оказалась в надежных руках Леонида Полика, главного травматолога Челябинской области. Сейчас Оксана Козина ходит лишь едва опираясь на костыли. Берет их скорее для страховки. С детства передвижение пешком давалось для Оксаны с большим трудом из-за врожденного вывиха бедра. После второй беременности заболевание прогрессировало. Сустав стерся, развился коксартроз. Женщине дали инвалидность. Каждый шаг давался с огромным трудом, а ночные боли не давали спать. И тогда Оксана решилась на операцию. Прошло полтора месяца после операции, но я довольно, намного лучше себя чувствую, чем до было. Болей таких нет. Как были боли, ну послеоперационные, как обычно у всех были. Ну, таких, какие были до операции, я не ощущаю. Хожу намного лучше. Раньше, можно сказать, как уточка ходила, а сейчас ровно. Команда травматологов под руководством Леонида Полика вернула сустав на место. За счет этого убрали и укорочение левой ноги. Круга говоря, если бы все вот такое взаиморасположение суставов, впадина и головка, то здесь это вот так. И задача не просто вернуть его на место, потому что и головка не предназначена, и впадина изуродована. Молодая мама уже начала активно заниматься лечебной физкультурой и гимнастикой. И уже в скором времени сможет сменить костелинной элегантную трость. Добавлю, что при помощи особой методики эндопротезирования челябинские травматологи уже поставили на ноги 15 южноуральцев с такой же патологией. Самой возрастной больной было 70 лет. Чтобы врачам и пациентам было проще найти общий язык, а загадочные названия были простыми и понятными, мы раскрываем нашим зрителям смысл самых распространенных врачебных терминов в нашей рубрике «Азбука пациента». Близкофокусная рентген-терапия – это один из методов лучевой терапии. И механизм такого лечения – это воздействие ионизирующего излучения на раковой клетке, что приводит к их гибели. Проникающая способность излучения составляет от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Поэтому используют близкофокусную рентген-терапию при таких опухолях, которые расположены неглубоко, небольшие размеры и злокачественное образование первой стадии. Рентген-терапия может использоваться как самостоятельный вид лечения, так и в комбинации с хирургическими вмешательствами. Достоинство этого метода в том, что это совершенно безболезненная процедура, высокая эффективность лечения, обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, совершенно безопасна для здоровья самого человека. Процедура протекает несколько минут, поэтому лечение можно проводить в амбулаторных условиях. Уже 10 лет работаю рядом с врачами и медсёстрами и не устаю удивляться тому, какие они всё-таки разносторонние люди. Хобби наших сотрудников – пору посвятить отдельную программу. Но мы решили понемногу знакомить вас с больничными талантами, а откроют новую рубрику – медсёстры и врачи из вокальной группы «Вита», которые написали и исполнили песню о нашей клинике. Кстати, в рамках празднования Дня города вы сможете познакомиться с нашими знаменитостями и взять у них автограф. Группа будет выступать со своей программой 7 сентября в 17.30 в парке отдыха Калининского района. Дня города вы сможете познакомиться с нашими знаменитостями. Эй! О-о-о-о-о-о-о-о! Ха-ха-ха! Это город здоровья и город идей. Это жизненные книги, большая глава. Много в нашей больнице хороших врачей. Подбеждать им болезни не трогнет рука. Подарите тепло, себя отдавая. Ради жизни никому не знакомы. Кто лечит людей, себя не жалея. Вершин достигает в этом поприще новый. Это клиника ЧОКБ. Это мой путь, это мой дом. Это клиника ЧОКБ. Это мой, это твой город. Это клиника ЧОКБ. Это мой путь, это мой дом. Это клиника ЧОКБ. Это мой, это твой выбор. Побеждаем болезн, и знамя жизни нельзя И я вступаю в те, кто не верят Только с верой в себя, только с верой в людей На пути терапии возможной победы Подарите тепло, себя отдавая Ради жизни никому не знакомы Кто лечит людей, себя не жалея Вершин достигает в этом поприще новых Это клиника ЧОКБ Это мой путь, это мой дом Это клиника ЧОКБ Это мой, это твой город Это клиника ЧОКБ Это мой путь, это мой дом Это клиника ЧОКБ Это мой, это твой выбор Эй! 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 Здесь мы все заодно, профи и молодежь В том, что касается мыслей и дел Здесь судьбе вопреки непременно найдешь То, что долго искал и найти так хотел Подарите тепло, себя отдавая Ради жизни никому не знакомы Кто лечит людей, себя не жалея Вершин достигает в этом поприще новых Это клиника ЧОКБ Это мой путь, это мой дом Это клиника ЧОКБ Это мой, это твой город Это клиника ЧОКБ Это мой путь, это мой дом Это клиника ЧОКБ Это мой, это твой выбор Это клиника Ч.О.К.Б Это наш путь, это наш дрон. Это клиника Ч.О.К.Б Это клиника Ч.О.К.Б Это клиника Ч.О.К.Б Это клиника Ч.О.К.Б Впереди две недели праздников. Город Челябинск отмечает свой день рождения. Запланировано множество мероприятий. Не пытайтесь успеть везде. Выберите самое интересное и постарайтесь получить максимум положительных эмоций. На этом все. А я с вами прощаюсь. В эфире была Наталья Малухина и программа Медгородок. Берегите себя и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова